здравствуйте уважаемые любители баянов и гармоник с вами вновь павел уханов и для многих долгожданное видео с новеньким немецким баяном honor модели fan nova 2 наверняка многие из вас смотрели видео обзор этой модели только немного в другом исполнении в описании к данному видео обзору вы найдете ссылочку на тот баянчик этот же баянчик как видите целиком черный такой лаконичный владиславу шумкину он очень понравился горит если бы я хорошо умел играть на баяне сразу бы купил и никто бы из вас не узнал что у нас он в продаже а он у нас продажи если вы давно искали эту одну из самых дефицитных моделей вы ее нашли звоните по телефону который указан на экране приобретайте отправим куда угодно вообще конечно жалко что в нынешнем 2023 году есть большие сложности с покупкой музыкальных инструментов музыкального оборудования многих иностранных брендов но у нас в магазине есть и баяны а также аккордеоны фирмы honor немецкая фирма также есть радиосистемы немецкой фирмы кг и вообще у нас есть все и замечательные тульские баяны тульские гармони это у нас в приоритете но мы сейчас расширяемся и вот я же творческий человек мне хочется посмотреть кто как чего делает и сравнить потом мы кстати на фабрике сейчас делаем аналогичный инструмент он будет немножечко другой но смысл тот же с розливом вот в таком вот дизайне с черными кнопочками перламутровыми но это будет чуть позже и кстати если у нас эти два баянчика honor не успеют быстро продаться ну что вряд ли но точнее если фабрика наша тульская побыстрее сделает вот парочку инструментов мы даже сделаем сравнительный тест тульские против немецких инструментов будет мне кажется интересно и так кто-то смотрел прошлый видеообзор кто-то не смотрел поэтому извините повторюсь это очень интересная модель рассчитана для баянистов любителей а также для баянистов которые профессионально выступают на концертной сцене и играют небаха и виванди им нужен легкий компактный ярко звучащий инструмент и вот как раз все есть в этом баянчике он легкий весит примерно шесть с половиной килограмм очень компактные эргономически здесь все выверено и угол наклона клавиатуры и здесь посмотрите гриф сначала прямо идет вторит корпусу гриф а потом вот такая специальная выемка для большого пальца ведь здесь есть регистр и его очень удобно нажимать большим пальчиком двуголосье настроена в розлив и второй регистр одноголосье вот легким движением большого пальца переключаем ну а я еще поиграю на этом инструменте на нем замечательно прозвучат и международные хиты как эстрадные так и народные на нем замечательно прозвучат народные песни народные даже наигрыши можно сыграть у инструмента все продумано до мелочей и эргономический корпус и вот замечательные хоть они тряпочные но отличные ремни повторюсь в чем их плюс во первых очень легко снимать устанавливать во вторых здесь нет металлических пряжек которыми вы поцарапаете замечательную эту модель нова фан если бы корпус был перламутровый царапок не было бы видно здесь глянцевый корпус и каждая царапка будет сразу вам как ножом по сердцу они мягенькие вот с эмблемой хонор кстати у нас магазине очень скоро может когда вы смотрите это видео уже есть наличие вот аналогичные ремешки поэтому можете у нас их отдельно заказать причем не только черные но и в разных цветах вообще очень удобно я даже стал задумываться заменить свои хорошие итальянские кожаные ремни вот на такие потому что вот моя белая гармошка вся уже в царапках особенно это печально в этом месте когда пряжка царапает и корпус и мех и может процарапать даже до дырки также у баяна отличнейший чехольчик очень крутой очень классный и мягкий внутри снаружи там специальные прокладочки тверденькие есть то есть если нечаянно стукнете пойдете там в метро или там в общественном транспорте да даже машина будете грузить нечаянно задели там стукнули там об дверь или еще обо что-то ничего страшного инструменту не будет чехол просто замечательные вот у разных производителей разные есть подходы и у фирмы хонор подход в том что вы получаете классный крутой инструмент и получаете сразу классный крутой чехол да к сожалению ведь такой крутой чехол влияет на стоимость баяна то есть если бы чехол был попроще ну можно было бы сэкономить там ну я думаю тысяч 10 точно но фирма хонор именно так решила вот у нас например фабрика тульской гармонии у нас все чехлы одинаковые будь то простенький баянчик будь то более сложные будь то маленькая гармошка будто большая концертная с регистрами как вот этот инструмент чехлы одинаковые просто разные размеры но за дополнительную плату вы можете укомплектовать и футляром свой инструмент если размер подходит и профессиональным чехлом вот у нас все это есть но если вам не нужен например там крутой чехол вы можете на этом сэкономить вот у хонора другой подход кстати вот если вы приверженцы классических кожаных ремней вот эти ремешки мы можем заменить на кожаные там есть разные варианты что-то можно без доплаты что-то за доплату разберемся давайте я поиграю еще на этом баянчике вы его как следует рассмотрите а 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 по дизайну и инструмент очень а интересные вот эти черные кнопочки вот эта сетка космическая есть я и в прошлом видео обзоре говорил ну повторюсь модель у хонора просто нова 2 вы сейчас ее видите на экране до симпатичный инструмент но не цепляет а вот когда видишь вот этот баянчик это круто причем кстати он более компактный чем обычная модель нова а это фан но есть нашем магазине вы можете нам позвонить и приобрести этот инструмент он очень дефицитный можете весь интернет облазить поискать и не найдете но если найдете но мы будем в принципе за вас рады потому что сами искали очень долго небольшая история точнее предыстория такой баянчик я увидел у своего коллеги вообще раньше как-то я к хонором очень холодно относился ну стоят раньше то ну раньше да еще грубо говоря пару лет назад любом магазине музыкально можно было их приобрести а сейчас их нет их не возят огромный дефицит и раньше я не обращал на них внимания ну потому что их было много а тут их не стало пришел александр поиграл думаю слушай как какой классный интересный инструмент он кстати убрал надпись и тут художественную роспись нанес и вообще как бы похоже на гармошку стала вот и он его как гармошку позиционирует скажем так но а он не приглянулся во первых я в нем поиграл понял что эргономически очень удобно комфортно играть не не напрягаюсь то есть если вы любитель без проблем берете инструмент играете ну а если вы профессиональный исполнитель концертирующий которому не нужен здоровенный юпитер для большинства случаев концертных выступлений вот в современном мире до баянисту нужен именно вот такой инструмент с разливом причем чтобы его можно было отключить не всегда нужен вот такой разливной звук иногда нужно и спокойствие а Но не хочется мне этот видеообзор завершать на такой грустной ноте. Хочется сыграть что-то такое яркое, эстрадное. В свое время была очень популярна мелодия НОСА. И дети ее пели, и взрослые. Зажигательная мелодия, и она отлично прозвучит на... Кстати, на обоих регистрах. Зажигательная мелодия Вот такой замечательный, очень яркий, несмотря на черный цвет, инструмент. Яркий, благодаря дизайну, то есть он привлекает внимание. Фух, ты, это насыщенный такой черный, весь черный инструмент. А когда звучание оказывается таким солнечным, то вообще взрыв мозга какой-то происходит. Компактный, легкий, замечательный. У него огромное количество плюсов. И четырехрядная клавиатура, то есть вы в одной позиции можете играть в большинстве тональностей. Конечно, есть и минусы. Это цена, это дефицит. Но кому-то обязательно повезет, кто-то обязательно приобретет этот инструмент. Ну и напоследок хочу сказать, что у нас на Тульской фабрике вот есть замечательные баяны. И мы тоже экспериментируем, делаем их в разных дизайнах. Можем сделать полностью черный, с черными кнопочками, разные есть рисунки с сеточек. И тоже настроить можем в розлив. Можно даже и с регистрами. Если вам нужен будет инструмент подешевле, и вы согласны будете ждать, то можете заказать аналогичный баян. Ну и в том числе, возможно, потому что вы позвоните, а он уже будет продан. Но на фабрике Тульская Гармония. Кстати, у нас в производстве есть два таких, ну не то чтобы таких, два интересных баянчика. Заказчики видели как раз Хоноры, но не могли их приобрести, потому что их у нас в России практически нигде нет. И заказали наподобие инструменты у нас. И вот скоро они будут готовы. И надеюсь, получится даже записать сравнительный тест. А чтобы этот сравнительный тест не пропустить, не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик. А также подписаться на все наши социальные сети. Более подробная информация есть в описании к данному видеообзору. И, кстати, у нас есть еще аккордеоны Хонор. И совсем скоро я буду записывать видеообзоры и на них. Есть и три четверти, и семь восьмых, и полные четыре четверти. Красный, черный, белый. Ну вообще шикарно. Кстати, если вы преподаватель музыкальной школы, просите директора, инструменты все новые с документами приобретете для своей музыкальной школы или для дома творчества, для дома культуры. И будете счастливы. Ну, а также не забывайте про тульские инструменты, потому что, сами понимаете, так как я официальный представитель фабрики Тульской гармонии, какой угодно баян, какую угодно гармошечку мы можем сделать. Также в наличии у нас сейчас более 70 инструментов. Ну, а то, что я начал свое внимание обращать на других производителей, это неплохо. Ну, я человек творческий. Возможно, что-то заглядим, и мы в Туле так сделаем. С вами был Павел Ханов. До новых встреч на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok